Попрежите Вам отвечать о великих делах Божьих. Слава Тебя. Но во время назад я, Мечана, вник в одно слово. Интересное слово. Без веры Богу ходить нельзя. Опа! Интересно, интересно. Вера, вера. Очень интересно. Без веры Бога ходить нельзя. А потом, Мечана, на другой стих. Приду, надур я веру. Вот тут я испугался. Что происходит? Без веры Богу ходить нельзя. Я приду, надур я веру. Мне так больно стало. Очень больно стало. Господи, что такое? Веры нет, что ли? Потом дальше начинаю вникать. Вот лукавы ищут чудеса знамений. А написано, будь Вас сопровождать чудеса знамений. А все они только пришли и сказали. И бес спалился. Он говорит, не радуетесь? Не радуетесь? Не радуетесь? А раньше записано. Почему не радуетесь? Потому что Он делает? Он через нас это делает. Он через нас это делает. Это очень интересно. И когда он начал искать веру, надо его найти. А где можно найти? Внутри. Внутри. Атмаш Павел говорит, «Покажи мне веру, а я покажу дела веры». Опа! Стоять! 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 Ага! Я верующий! И бес и вера. Тут песни. Опа! Как это? Как это? Как это? Как это? Как это? Что-то тут интересно, Павел? Тогда, что такое дела веры? Оказалось, вера отслышанная, отслышанная от слова Божьего. О, как хорошо! Ой, как хорошо! От слова Божьего! «Отец, кого ты мне дал, сводь его приплотни». Опа! А матерью и братья – те, кто слышит, исполняет слово. Оказывается, вера ослышленная, ослышленное слово Божие. Это значит, нужно услышать слово, потом получить откровение, чтобы она ушелила, а потом увидеть это, как это сделать. Я приделок, забыл глаза, а очи. Поднимался, если кто-то высоко-высоко поднимался, далеко, очень высоко поднимался. Я думаю, что есть еще третье небо, где был Соломон. И Лазарь был там, а богатый где-то был травм. И они друг друга видят, и бездна. А мы не видим, почему. Я закрыл, мигал, 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 пропел звездком, сокол. Ох, как хорошо. Ни звезд, ничего не видно, а ну хорошо. Глаза большие. Боюсь, поиск, 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 поиск. Ох, как бы сейчас из этого родина сделать для овечки. И овечка сразу появилась. Смотрю, смотрю, как бы и сделать, чтобы мне там удобно было. И тогда, смотри, преображается. Преображается, все место произошло, а овечка не заходит. Почему он туда не заходит? Я же верую для овечки сделаю. И она должна туда зайти. Ибо вера есть, а осуждение я же знаю, но верность невидима. Все вроде понятно, все вроде хорошо. Но она туда не заходит. Она смотрит туда, смотрит на меня. Не может понять, что происходит. Я думаю, надо ей показать. Поднялся туда, схожу там. Показываю, как хорошо лежать там, как хорошо там. Бегать, прыгать. Она меня смотрит там, смотрит там. Я думаю, она, наверное, боится. Выхожу, начинаю гладить. С лобойским. Тик-тик-тик-тик. Играется. Я хорошо. Я так подумал. Но если делать, 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 очень делать, это очень много не трудно. Господи, а какая у него стихия? И тут сразу. Травка, леса, еду. Ей хорошо напрямиться или танцевать. О, оказывается, нельзя что-то навязывать. Нельзя. Потому что, похоже, все решило. Должно увидеть его с неволей, его желанием к себе. Потому что, Господь хорошо сказал. От Яна Костителя царство Божьей силой придется. И делается над собой, над собой. Силе восхищает. Зайдет и выйдет. И Пашин начал, Пашин начал. Пашин начал. Пашин. Напитается. Потому что сказал. Если сильнейшее дерево не прослели, что будет сухим? Интересно, интересно. Оказывается, в саду, где был Адам и Ева, было сильнейшее. Было сухое. Много других деревьев. Шестьдесят деревьев. А не ангелами это ходили там, которые знают любовь, которые знают веру, которые знают, как трудиться. Не они ведь показывали это, чтобы Адам и Ева видели. Потому что Слово было Бога и Слово было Богом. И Ева. Бога никто не видел никогда, где народный сын. Нет, где очень много героев. Два стиха об одном говорят. Теперь осталось в них поверить. А как же в них поверить? Как это осознать? Как это принять? И, оказывается, Слово становится прочим. И обитаясь с нами Богом благать истиной. И мы видим Его славу, как и славу, как и кровь. Где? В собрании. А там, что Он сказал, где Дедовый Кровь, там Я посыти. Осталось его видеть. Услышать. Спросить. Спросить. А теперь это как же вместе взять? Как слиться Слово? И подожмать отечеевики живой воды. Нужно одеться в брачную одежду. Как все прекрасно. Потом же ученикам Он сказал в семнадцати. Не становитесь учениками. И в один у вас Учитель Господь. Не становитесь настанки. А в один у вас настанет Господь. Это надо увидеть, чтобы Господь через кого-то это говорил, через кого-то делал. Потому что над проповедем Господа, Который пришел во плоти, когда его не стало, ученики не знали, чем заняться. Они забыли, что они должны делать. И Петр говорит, пошли рыбачки. И пошли все вместе рыбачки. Хотя слышали, что Господь сказал. Вы будете людей ловить не лет. Они все-таки пошли. Второй раз уже это произошло. Молодая рыбачка. Ты ничего не поймали. Еще второй раз. Помнишь, что они три года назад тоже пошли ловить. И тоже не поймали. А тут приходит человек и кричит. Верьте, я все-таки у вас кушаю. Он говорит, нет. Он говорит, закиньте себе оттуда. Парень, они тебя закинули. И он говорит, это же Господь. Петр быстро оделся, прыгнул, плывет. Вместо сроки пришли. Подходят. И хлеб жарится. И рыбка жарится. И никто не спросил, кто ты. Почему? Потому что нужно видеть в каждом Христа человека. Добавить немножко любви и веры. Остановиться в сердце Господь. И слава им за все. Отцу сына и с том духу овекиков. Аминь. 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 Слава Богу. Слава Богу.